В Екатеринбурге немолодой автохам в ответ на замечание, сделанное ему другим автомобилистом, что, дескать, негоже гонять по тротуарам на машине без номеров, разгоняя пешеходов из-под колес, отомстил ему, исцарапав его машину. Покраска двух дверей и капота Митсубиси Паджеро обойдется пострадавшему минимум в 50 тысяч рублей, но участковый, которому поручено проведение проверки по данному факту, не уверен, что удастся возбудить уголовное дело, хотя уличающих вредителя материалов у полиции более чем достаточно. В редакцию ТАО обратился 37-летний екатеринбуржец Денис, владелец 16-летнего внедорожника Митсубиси Паджеро, ну или Митсубиши, как любят поправлять приверженцы этого автобренда. 29 января этого года, в вечернее время, находясь во дворах домов по улице Академика Сахарова в Академическом районе Екатеринбурга, он стал очевидцем безобразного поведения водителя черного внедорожника Ford. Денис предполагает, что это был Ford Maverick или Explorer. Автомобиль без номеров на высокой скорости разъезжал по тротуарам. Когда Денис припарковался, водитель Ford остановился рядом с ним, открыл окно и жестом подозвал Дениса к себе. Мужчина хотел выяснить, где находится такой-то дом по проспекту Сахарова, но Денис первым делом высказал мужчине возмущение его манеры езды. На часах было около семи часов вечера. В это время многие дети заканчивают вторую смену в школах или возвращаются из спортивных секций. Зачем подвергать их опасности? На что незнакомец посоветовал Денису замолчать, а не то он изуродует его машину. После этого Ford умчался дальше по тротуару. Наш телезритель довольно серьезно воспринял эту угрозу и решил какое-то время не покидать свою машину. И действительно, через непродолжительное время, сделав круг по кварталу, Ford вернулся и припарковался позади Дениса, опять же на тротуаре. Водитель вышел и направился к Митсубиси. Когда из Паджеро вновь вышел Денис, незнакомец, по его словам, был уже не так агрессивно настроен. Он рассказал Денису, что давно не был в Екатеринбурге, что где-то здесь, в одном из домов, живет его бывшая супруга с ребенком, и он намеревается сходить к ним в гости, вот только не может вспомнить, в каком именно из домов. Общими усилиями мужчины выяснили, что это дом номер 95, корпус 2 по проспекту Сахарова. Расстались почти приятелями, но на прощание Денис еще раз попросил водителя Ford не ездить больше по тротуарам. После этого незнакомец вошел в подъезд указанного им дома и поднялся на лифте до 22 этажа. Спутником в этой поездке ему стал молодой человек, живущий на 13 этаже, которому он что-то эмоционально рассказывал. На этом видео, а Денис к сегодняшнему дню сумел раздобыть уже порядка 25 файлов, снятых камерами наблюдения компании «Гарант», осуществляющей видеоохрану района, На этом видео можно не только разглядеть лицо немолодого, явно уже за 50 мужчины, но и обручальное кольцо на безымянном пальце его правой руки, а также некий предмет в левой руке – перочинный нож или складной ключ от автомобиля. Еще чуть раньше, до того, как он вошел в лифт, во внутреннем кармане его распахнутого пуховика можно заметить выпирающее горлышко бутылки. Покинул этот подъезд мужчина в шапочке с надписью «Гол» спустя почти два часа с характерным пакетом магазина крупной алкосети в руках. Здесь, в холле подъезда, две девушки попросили помочь им справиться с замком почтового ящика. Владелец Форда сделал это одним рывком, после чего вышел на улицу. Мужчина постоял какое-то время и направился к своей, припаркованной на тротуаре машине. Вероятно, уже с намерением осуществить угрозу, прозвучавшую двумя часами ранее. Потому что до Митсубиси он доехал с выключенными фарами. Остановился, вышел, сделал свое грязное дело, исцарапав две правые двери и капот Паджеро. И так же, как и прежде, по тротуару уехал прочь. Запросив компании «Гарант» все видео, на которые попал пожилой пакостник, Денис также обратился и в ближайший алкомаркет, с пакетом из которого ходил его обидчик. Продавцы магазина по фото узнали своего покупателя. По их словам, он минут 20 рассказывал им историю своей жизни, прежде чем приобрести у них бутылку водки и коробку конфет. Покупку мужчина совершил за 7 минут до того, как войти в подъезд, подсказанного ему Денисом дома. Кому предназначалась водка, кому конфеты, жене, ребенку. Судя по возрасту автохама, его ребенку может быть уже лет 30, но нам неизвестно. Но вот только в чеке сохранилась транзакция покупки, совершенной с помощью банковской карты. Поскольку форт, на котором разъезжал автохам, номеров не имел, установить личность водителя можно, либо опознав его внешность, либо узнав имя владельца банковской карты. Но вот с этим, по словам Дениса, пока есть сложности. Как сообщил пострадавшему участковый 8-го отдела полиции Екатеринбурга, получивший весь массив видеозаписей правонарушения, а также злополучный чек из алкомаркета, запрос в банк с целью установления личности владельца карты он может сделать только в случае возбуждения уголовного дела. Но все, что он увидел, и та оценка ущерба, которую сделали в кузнаном цехе по фотографиям повреждения Паджера, пока тянет только на административное правонарушение. Но Денис не оставляет надежды найти и наказать автохама и сцарапавшего его машину. Возможно, кто-то из зрителей ТАУ узнает этого человека по характерной одежде, машине или лицу и сообщит нам в редакцию имя этого человека. А может быть, у водителя Форда, любящего ездить по тротуарам без номеров и мстить людям, делающим ему замечания, у самого после этого видео проснется совесть. Если что, контакты пострадавшего есть в нашей редакции. Ну а если не совесть, то хотя бы страх. Ведь стоит полицейским сделать несколько усилий, возбудить дело и сделать запрос в банк, как имя хулигана немедленно появится на их столе. А иначе к чему вся эта электронная слежка за людьми, если ее нельзя воспользоваться для поимки правонарушителя? Продолжение следует... Продолжение следует...